Девушки отдыхают Пикай давай ты Ты пикать будешь или нет? Алло Неудобно говорить Я пикаю На кассе говорю, стою, пытаюсь попикать Перезвоню позже тебе Ты будешь пикать или нет? Пик! О, наконец-то Положите товар в корзину Положите товар в корзину Не понял Положите товар в корзину Да положил же ж Товар в корзине Отсутствует положите товар корзину положите товар корзину положите товар корзина на 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 заберите товар с корзины заберите товар с корзины забрал уже положите товар корзину товар корзине продолжите покупки. Так, чё тут? Петрушка. Взвесьте товар. Вот весы, вот. Взвесьте товар. Блин, да взвесил же уже. Взвесьте товар. Ну что, тебе веса не хватает? На, на, на! Товар взвешен. Слава Богу. Петрушка, 76 килограмм. 19 тысяч 700. Гривен. Какой 19 тысяч? Отмена! Нажмите отмена. Где? Нажимать где? Нажмите отмена. Да заткнись ты! Нажимать где? Нажмите отмена. Так, блин, где ж у тебя ёлки? Нажмите отмена. Вот, вот, вот отмена, вот, нет, да, вот. Товар дублирован. К оплате 39 400 гривен. Нет, отмена. Печатать чек. Нет, не печатать. Не печатать чек. Не печатать, отмена. Связаться с мерчендайзером. Пошёл нахрен, отмена. Вызвать администратора. Не надо, хотя вызывайте. Соединяю с администратором. Соединяйте. Соединяю. Соединяйте. Соединяется. Соединилась? Соединиться. Ну, соединяйте. Ну, соединила. Уже можно говорить? Администратор Виктория, слушаю вас. У вас не работает касса самообслуживания. Как я могу к вам обращаться? Придурок, который вместо того, чтобы пять минут постоять в очереди на обычной кассе, уже полчаса торчит на этой дебильной. Скажите, придурок, который вместо того, чтобы пять минут постоять в очереди... Можно короче? Скажите, придурок, в чём суть вашего обращения? Касса не работает. В каком городе вы находитесь? Киев. Улица? Зои Гайдай. Номер кассы? Два. Заявка принята и будет обработана в течение двух недель. Товар отменён. Фу, слава богу. Продолжите покупки. Алё. Я ещё в магазине. Петрушку... Петрушку не купил. Нет петрушки. Ну так, нет. Что? Укропа... Тоже нет. Ну нет, говорю. Ну что я... Я перезвоню тебе. Так, ладно. Продолжите покупки. Сейчас продолжу. Пик. Сыр Эдемский. Да. Пик. Сыр Гауда. Пик. Сыр Российский. Тихо ты! Чё ты орёшь? Пашихонский. Мой любимый. Пик. Сыр Пашихон. Паши... Пашихон. Паши... Паших... Сыр Пашихон. Пашихон. Паши... Сыр Пашихон. Пашихон. Пашишу... Пашиш... Пашиш... Пашихонский! Возьмите другой. Так. Грейпфрукт. Ошибка. Что? Ошибка. Чук. Введите название продукта вручную. Так. Г... Р... Грудка. Так какая грудка? Г... Р... Гречка. Так какая гречка? Грейпфрукт это. Так. Г... Грейпф... Грейпф... Блин, удалить. Грей... Грейпф... Фр... Фр... Грейпф... Фрутк... Так. Фрутк... Фрутк... Как он пишется? Грейп... Аааа... Большой горький апельсин! Грейпфрут пробил. Слава Богу! Продолжите покупки. Аааа... Подарок дочке. Да давай пикай ты, ёлки. Поднесите штрих-код. Поднесите штрих-код. Да где тут у тебя штрих-код, блин? Штрих-код это такие чёрные полоски на белом фоне. Да что ты говоришь? Бутылка водки. Докажите, что вам есть 21 год. Как? Докажите, что вам есть 21 год. У меня нет с собой документов. Пройдите тест. Какой тест? Кто поёт эту песню? Это Санкт-Петербург, город Филиппийска. Это Санкт-Петербург, тысячи рублей. Кармен, Сергей Лемах. Тест на возраст пройден. Положите товар в корзину. Ага. Так. Продолжите покупки. Презервативы. Пик. Это Иксель. Размер меньше находится рядом. Так что, вы обалдели совсем, что ли? Меня раздражает ваш голос вообще. Хотите поменять голос? Да. Хочу. Могу предложить голос Кличко. Давайте, хоть веселей будет. Добрый день. Здрасте. Пробейте товар. Пик. Что это? Авокадо. Авокадо? Что это? Ладно. Так. Пик. Что это? Лук. Лук? Стрелы брать будете? Так. Блин. Верните нормальный голос. Продолжите покупки. Картошка. Пик. Морковка. Пик. Горошек. Пук. Да вы что, совсем обалдели здесь, или что? Кто-то есть в этом магазине? Работник какой-то? Помогите мне. Консультант. Да-да-да-да-да-да-да. Добрый вечер. Главный консультант Эдуард. Очень приятно. У вас автомат дурацкий какой-то, касса это. Да, это есть, это новый аппарат. Сейчас разберемся, все решим, в чем проблема, я, собственно говоря. А где сканируют здесь? Вот здесь. Вот здесь, да. А товар потом куда? Вот сюда. Вот сюда. Да, вы, собственно говоря, сами все знаете. Рад был помочь. До новых встреч. Если что, обращайтесь. Продолжите покупки. Нет больше покупок. Все, нету. Пакет брать будете? Нет. Нажмите кнопку «нет». Пакет брать будете? Да. Ничего не нажимайте. Хорошо. Карта магазина есть? Да, вот. У нас не работает. Хотите пополнить мобильный? Да, давайте пополним уже. Пополняю. Номер 067-981-5923. Это не мой номер. Я знаю, это мой. Ты фиг с ним. Давайте, печатайте чек. А хотя подождите, я еще сигареты возьму. Пик. Корнишон и две оливочки. Эй, ты что там пробила? Положите товар в корзину. Я тебя сейчас положу. Все, что угодно происходит в этой жизни. Но самое страшное, что может быть для мужика, это шопинг. Тем более в преддверии 8 марта. Может быть поэтому в больших торговых центрах наряду с детскими комнатами решили придумать специальные комнаты для супругов, пока женщина делает свой шопинг. Посмотрим. Так. Класс. Ну, это кажется здесь, Юрочка. Вот, да, точно. Нормально. Ну что, видишь, ты не скучай. Общайся с ребятами, а я скоро вернусь, хорошо? Да не надо скоро-то. Че ты, иди себе, занимайся шопингом. Покупай, что хочешь. Карточку взяла? Карточку взяла. Все, хорошо. Я тебе позвоню. Иди, не беспокойся. Давай. А я тут разберусь. Здорово, мужики. Виталий Сергеевич. Здесь нет имен. Просто Сергеевич. Ты сразу людей пугаешь-то. Михалыч. А это старожил у нас. Представляешь, его жена в прошлом году на открытии торгового центра забыла. Как? Меня вообще-то оповели носки покупать. Подвох я заподозрил не сразу. Только в меховом отделе. А когда оказалось, что к моим носкам подбирают сережки, подозрение переросло в уверенность. А когда вдруг оказалось, что тут к черным носочкам подходят все платья, и я взбунтовался, и вот я здесь. Да ладно, что вы на меня тут страху наводите-то, а? Да у вас тут рай. Хочешь пиво пей, хочешь на диване ешь, хочешь пультом клацай себе. А на третий день ни черта не хочешь. Сидишь на диване тихонько в углу. И так с серьезным видом. И главное, вот эти эсэмэски о павковках не читай, нядя. Да ладно? Понеслась. Да нет, все нормально. Все нормально. Вот, смотри. Туфли, юбка, платье, пояс. Это она к ювелирке подбирается. Точно. Откуда знаешь-то? Его недавно в список вип-клиентов занесли. Ну так это же хорошо. А да, только до этого он был в списке Форбс. Ага. Ну все. А это у вас чего такое? Это календарь. Ну это дни, да? Тысячи. Да ладно? А мы-то при чем-то? Слушай, ты расскажи, как дела в стране. Как на воле дела? Что происходит? А, в стране? Да в стране что там? Если так дальше пойдет, то будет третий Майдан точно. Серьезно? А что такое Майдан? Блин, вы сколько здесь сидите, а? Меня вообще недавно привели. Я сейчас тебе скажу, подожди, сейчас. Что? Пятьсот тысяч гривен назад, вот так вот. Серьезно. А этого... Один раз почти к выходу подошли. Давно это было, не помню. Она говорит, надо покупки упаковать. Говорит, ты пока покури, а я пакетик куплю. Кто ж знал, что из пакетного отдела проход в Луи Виттон? Возвращается она, а в руках только маленькая сумочка. Ну вот. А в сумочке вторая сумочка. А во второй сумочке третья сумочка. А в третьей сумочке кошелёчек. А в кошелёчке... Ничего. Да нет, нет. Ты на... На улице минус 20, не беда. Дублёнки помогут вам всегда. Это реальность, это не сон. Третий этаж, второй павильон. Мир дублён. А чё он так радуется-то? После этой песни тут нас кормят. Не, а вот вы мне объясните, как в аптеке можно шубу купить? А-а-а. Так я понял, как вы сюда попали. Вас просто разводят, да и всё. Меня вообще на живца взяли. Как это? Жена сказала. Пошли, дорогой, горе. Тёщу хоронить. Господи. Я сразу почувствовал подвох. Как? Тёща-то рядом сидела. Это гадины, ничего для них святого нету. Да. Нет, нет, подождите, ребят. Всё не так. Вот, вот, смотрите. Моя не только о себе думает. Вот, да. Обо мне вспомнила. Самаску прислала. Скидки в отделе мужской одежды. Главное туда не ходить. Чего? Был тут такой один, пошёл туда. До сих пор не вернулся. Ну, так это ж нормально, он пошёл и... Охранник говорит, что из второго центра он не выходил. Да тьфу на тебя. Ну, что ты такое говоришь-то? Моя не такая. Вот, увидите. Она вот сказала, через 20 минут вернётся. Вот, минута в минуту будет. Был тут такой один оптимист. Кто? Я. Да нет, подождите. Это моя давно не заходит. Может, кого нашла? Дай бог. Дай бог. Вдвоём-то она полегче будет. Ерунду какую-то вы несёте. Блин. Вот зачем моей собачий корм, а? У нас собаки-то нету. Теперь есть. Ё-моё. А знаешь, почему собака лучший друг человека? Почему? Потому что её в торговый центр не пускают. Так. О-о-о-о. Плохо дело. Чё случилось-то? Ничего, эсэмэска из банка пришла, написали. О-о-о, плохо дело, что. Так, я понял. Я понял. Надо просто отключить телефон и не читать эти эсэмэски. И всё. Ты же его включишь потом. Ну да, я согласен, будет удар. Но один... Нормально? Нормально, видишь. А чё? Лежишь в больнице, отдыхаешь, в реанимации, ножком тёпленько. Носки-то она тебе по любасу копит. Да. Об одном мечтаю, мужики. Знаете, завтра у сына моего день рождения 16 лет исполняю. Поздравляю. Круто. Должны его из детской комнаты к нам перевезти. Сейчас все... Не-не-не, это брит какой-то так. Так, надо сваливать отсюда. Надо валить и всё. Какие есть варианты-то, а? Вариантов никаких. Да как никаких-то? Я один раз даже дохлым прикинулся. Ну, думал, мёртвый человек вынесут. Ну. Свобода, все поверили. Ну и? Так моя, в прямом смысле этого слова, потащила меня к костюм мерить. Да что это... Какой костюм, да? Так, Сидоров кто? Я. Я. На выход. О, вот видели? Ха-ха, вы говорили. С вещами? Нет. Пока только в примерочную. Ну всё, давай. Виталий Сергеевич. Нет. Просто, Сергеевич. Ладно, мужики, давайте, держитесь это. Будем жить. Да. Куда идти-то? Давай, давай. Слышь. Петрович. Да. Ты веришь в жизнь после шопинга, а? Да. Верю. Знаешь, это... Бежишь ты по коридору. Да. По коридору Мандарин Плаза. Класс. Бежишь. Все магазины закрыты. Да. Ты бежишь, а в конце такой свет. Да. Свет. Ты подбегаешь к двери, двери открываешь, а там... Да. Бессарабка. Петрович, нахрена ты дверь открыл? Кто тебя просил? Да что это нахрена? Вот как в Монтаке за мэм. Его за мэм. Ты это нахрена? Уда. Его за мэм. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok